Всем привет! В этом видео я расскажу, как изменить язык интерфейса Windows, как добавить, настроить и удалить дополнительный язык в операционной системе. Еще мы рассмотрим, какие трудности могут при этом возникнуть, как восстановить пропавшую языковую панель, а также как назначить отдельным программам свой язык. И еще о нескольких настройках, связанных языком операционной системы Windows 10, 8 или 7. Итак, начнем. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Как добавить язык? К примеру, у вас английская версия операционной системы и вам нужно добавить русский язык. Для этого откройте панель управления, в поиске введите control panel, далее выберите clock language in origin и нажмите add language, здесь еще раз add language и здесь из списка выберите нужный, к примеру русский и нажмите added. Как видите русский язык добавлен. Теперь у вас появилась языковая панель на панели инструментов и переключив язык, у вас есть возможность писать на русском. Если вам недостаточно русского языка и вы хотите изменить интерфейс самой операционной системы, в этом же меню кликните options и в открывшемся окне нажмите download and install language pack, yes и дождитесь окончания загрузки, это может занять некоторое время. Языковой пакет установлен, чтобы сделать его основным языком по умолчанию кликните по нему левой кнопкой мыши и нажмите move up. При смене видим, что язык интерфейса изменится при следующем входе в систему, поэтому нужно перезагрузить компьютер, чтобы язык интерфейса изменился на русский. Как видите язык интерфейса стал русским, но как вы успели заметить при загрузке, окно приветствия осталось английским. Сейчас я покажу, что еще нужно изменить в настройках, чтобы это исправить. Открываем панель управления, теперь для ее запуска в поиске пишем панель управления. Как видите все отображается на нужном языке. Выбираем часы языки регион, далее региональные стандарты, где можно настроить языковые параметры к экрану приветствия, системным учетным записям и новым учетным записям пользователей. Местоположение, а также форматы даты и времени. Откройте вкладку местоположение и выберите списка нужный. Далее перейдите на вкладку дополнительно, затем копировать параметры. Здесь установите отметку напротив экран приветствия системные учетные записи и новые учетные записи и нажмите ok. Система предложит перезагрузить компьютер, чтобы изменения вступили в силу. При следующей загрузке вы увидите окно приветствия уже на русском языке. В том случае если опция загрузка и установка языкового пакета по какой-то причине недоступна или не отображается, необходимо перейти в панель управления, где все той же настройки языков, найти меню дополнительные параметры и в пункте приопределения языка интерфейса windows необходимо установить использовать список языков. После этого в параметрах выбранного языкового пакета должна появиться опция загрузка и установка языкового пакета. Также если у вас выбран русский язык интерфейса по умолчанию и вам быстро нужно изменить его на английский или другой, в этом меню выберите нужный из списка и нажмите сохранить. Система предложит сделать релок, чтобы изменения вступили в силу. Теперь язык интерфейса вашей системы изменился на английский. Это очень удобно, когда вам нужно, к примеру, показать видео или сделать скриншоты настроек Windows на другом языке. В этом же меню можно выбрать язык для ввода по умолчанию при загрузке системы. К примеру, у вас выбран русский язык ввода при загрузке системы, а вам удобнее, чтобы она загружалась с английским. Для этого измените при определении метода ввода по умолчанию. Выберите английский и нажмите сохранить. При следующей загрузке операционной системы язык ввода по умолчанию будет изменен на выбранный. Выбор метода ввода для каждого приложения. Еще в этом меню есть возможность позволить выбирать метод ввода для каждого приложения. Что это значит? К примеру, вы работаете в Word, где пишете статью на русском языке и параллельно работаете в другой программе. К примеру, в блокноте, где пишете на английском языке. При переключении с одной в другую вам постоянно придется менять язык вручную, что не очень удобно. Включите эту функцию и Windows автоматически будет определять язык для каждой программы. Теперь работая в Word на русском и перейдя в блокнот, я не меняю язык вручную, а система сама определяет метод ввода и меняет его автоматически. Еще здесь можно настроить использование языковой панели. Просто отметьте и нажмите параметры. В открывшемся окне можно задать расположение языковой панели, вскрыть ее, сделать ее прозрачной, когда она не активна и другое. Также в предыдущем меню можно изменить сочетание клавиш для переключения между языками. По умолчанию это сочетание клавиш левый Alt плюс Shift, а в Windows 10 Alt плюс Shift и Windows плюс пробел. Нажмите изменить и здесь выберите сменить сочетание клавиш. На Ctrl плюс Shift не назначено или на Йо. Кнопка под клавишей Escape. Выберите удобный вам метод и нажмите ОК. Как вернуть языковую панель в Windows 10? Если у вас каким-то образом пропал значок языковой панели, вернуть его не составит труда. В Windows 10 откройте параметры, персонализация, панель задач, включение и выключение системных значков или просто введите в поиске включение и выключение системных значков и вы быстро попадете в это меню. Здесь включите индикатор ввода и теперь языковая панель будет отображаться на панели задач. Как исправить кодировку русского языка? Если у вас при открытии программы или документа вместо текста отображаются иероглифы, откройте панель управления, часы языки регион, региональные стандарты, дополнительно, изменить язык системы и измените на русский, если у вас стоит другой, нажмите ОК и перезагрузите систему. После перезагрузки иероглифы должны исчезнуть. В настройках региональные стандарты можно изменить отображение даты и времени на панели инструментов. В дополнительных параметрах настроить числовое отображение, разделитель, количество дробных знаков после запятой, выбрать систему единиц, метрическую или американскую. От этих настроек зависит отображение чисел, к примеру, в программе Excel. Сменив здесь денежную единицу и выбрав в Excel формат ячейки денежный, значок денежной единицы изменится с рубля на доллар или евро, в зависимости от выбора в настройках Windows. Как удалить языковый пакет? Установка нескольких языковых пакетов может повлиять на то, сколько свободного места будет доступно на жестком диске, а также на производительность системы. Устанавливайте только те языковые пакеты, которые вы будете использовать. Если у вас установлен языковый пакет, который вы не используете, чтобы он не занимал драгоценное место на жестком диске, его с легкостью можно удалить. Откройте панель управления, часы языки регион, язык, кликните на тот, который хотите удалить левой кнопкой мыши и выберите удалить. Все, ненужный язык удален. Или нажмите сочетание клавиш Windows Plus R, в открывшемся окне введите команду LPK Setup и нажмите ввод. Далее нажмите удалить язык интерфейса, отметьте который хотите удалить и после нажмите удалить. Дождитесь окончания процесса удаления и далее система предложит перезагрузиться. После перезагрузки язык будет удален, но она может длиться дольше, чем обычно. И ни в коем случае не выключайте систему во время перезагрузки. Это может нарушить ее работу. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.